Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Сергеевна Жак. Я все еще работаю в Южном федеральном университете и все еще хочу говорить с вами о литературе. Когда-то мы сняли цикл в рамках передачи про чтение, который условно назвали «Связь времен». Говорила я там о том, как надо понимать произведения прошлого, что нужно знать о них, чтобы понять, и как современные тексты можно понять, зная то, что было до того, то, что было в прошлом, то, что было раньше в культуре. То есть я предлагала такой историко-литературный, литературоведческий подход. Сейчас я хочу говорить о литературе совершенно иначе. Я бы озаглавила наши разговоры так любимое, то есть то, что я люблю, то, что мне интересно. Как читатель. Читательское восприятие предшествует научному, но и последует ему. Первая реакция, конечно, прочитал интересно, неинтересно, как я к этому герою отношусь, а почему он так поступил без анализа. Первая реакция. Большинство людей так и останавливаются на этом. Более умудренный читатель потом все-таки сознательно или бессознательно, полусознательно пытается анализировать, обращает внимание на художественную форму, на перекличку с другими произведениями, то есть углубляется. Но потом наступает третья стадия, когда мы забываем про анализ и снова сострадаем, сочувствуем, живем рядом с героями. И, может быть, относимся к ним иначе, чем на первом этапе. Мы уже по-другому их видели. Но даже филологи, даже литературоведы забывают о том, как они анализировали, и чувствуют, страдают, думают. Вот об этом я и хочу поговорить. Я хочу в качестве эпиграфа рассказать две истории, связанных с важными для меня людьми. Одна история связана с моим преподавателем Лилией Федоровной Цемловой. Она, к сожалению, недавно ушла из жизни. Рассказала мне об этом Светлана Михайловна, ее племянница. Лилия Федоровна каждый год перечитывала «Войну и мир». И Светлана Михайловна спрашивает у нее, Лилия Федоровна, «Вы уже наизусть знаете текст. Зачем вы снова перечитываете?» Она задумалась и сказала чудную фразу. «Ты знаешь, я каждый раз надеюсь, что князь Андрей останется жив». Человек с блестящим филологическим образованием в какой-то момент стала снова обычным читателем, но только умудренным, знающим жизнь, понимающим людей, понимающим героев. И вторая история тоже похожа. Мама моя покойная жила в последнее время в станице. Вот я приезжаю к ней под Рождество. Тогда еще трудно было добраться. До станицы зима. И смотрю, она плачет. Глаза красные. Эх, что случилось? Заболело что-то там с друзьями, с родными. Что случилось? Она мне говорит, ты знаешь, я себе вдруг ясно представила. Это девчонка, перевожу дело Мария, в пещере. Кроме Иосифа никого кругом. Но он же, как все мужчины, бессмысленный в такой ситуации. От него же помощи не дождешься. Стария же говорит, я, когда тебя рожала, вокруг меня весь роддом ЦГБ прыгал, потому что бабушка и дедушка там всю жизнь проработали. И то это был такой ужас. А тут никого. Иосиф. Мне ее так жалко стало. Вот вам восприятие Евангелия. Тоже совершенно на таком эмоциональном уровне. Конечно, она все прочитала. Она была человеком очень культурным, все знала. Но потом наступает вот такая реакция. Ты живешь среди этих людей. Я подумала о том, что большое счастье, что 40 с лишним лет я жила не только среди студентов, родных, друзей, но и среди литературных героев и авторов, которых я очень люблю. Вот это счастье, это то, что расширяет наше представление о мире и дает вот эту необходимую эмоциональную подпитку. Вот я хочу поговорить о любимых героях. Не всегда строго научно, а именно почитательски. О любимых авторах. Не как о создателях литературных текстов. Да не будет биография. А как о людях. И о любимых стихах, из которых вырастает образ лирического героя. То есть портрет автора. Не совсем автор, мы знаем. Это его портрет. Это то, как он отражается в своих стихах. Вот, думая о том, как построить, я решила все-таки такую некую хронологическую последовательность соблюдать. И сначала рассказать о героях древнерусской литературы. Ну, что мне рассказывать вам про князя Андрея или про Пьера? Все это читали в школе. Рассказывать о героях, произведения которых вы не читали, современных тоже достаточно сложно, потому что это требует знакомства с сюжетом, с системой персонажей. А вот древнерусские герои, они, конечно, более одноплановы, чем герои современных произведений. В древнерусской литературе нет полнокровных, сложных характеров. Оценивали скорее поступки людей. Представление о личности возникло в эпоху Возрождения. А древнерусская литература – это литература средневековая. Но я позволю себе все-таки немножко дорисовать и рассказать о том, как я вижу этих героев, почему они мне дороги, что я в них ценю. И начать я хочу с женских образов. Мужчин потом отодвинем. Они не такие интересные, не такие яркие, или мне так кажется, может быть. Во всяком случае, я хочу начать именно вот с женских портретов. И начну я с княгини Ольги. Что обычно вспоминают, говоря о княгине Ольге? Что она, как она жестоко мстила за убийство мужа? Действительно, жестоко, последовательно, хитро. Чего стоит безот, когда она велела по три голубя и по три воробья от дыма, то есть от каждого дома в качестве дани передать. Потом привязала тлеющую паклю к этим птицам. Они вернулись в свои гнезда, и она сожгла город Искоростень, где жили древляне, племя, убившее ее мужа. Но, конечно, не только. Это формирует наше представление об этой замечательной женщине. Я гораздо больше люблю эпизод, связанный с ее крещением. Она святая, равноапостольная княгиня Ольга. Она причислена к ликвию святых, потому что она крестилась одной из первых на Руси. Это подвиг вокруг язычники. Она сознательно выбирает христианскую веру. Это ее совершенно осознанный выбор. Как известно, она прибыла в Царьград, то бишь в Константинополь. И вот тут я не могу не прочесть, это совершенно замечательные такие детали, есть замечательное место в повести временных лет. Я позволю себе вот первый текст прочесть целиком, чтобы вы почувствовали наивность этого повествования, простоту повествования. И именно поэтому возможность додумать, дофантазировать. «Иди, Ольга, во греки и приди царю городу. Бе тогда царь Константин цель леонов, и приди к нему Ольга, и, видев ю добру сущу зело лицем, и смысле, ну, удивися, царь, разуму и я. Беседово к ней и рек ей подобно если царствовать во граде с нами». То есть достойно царствовать во граде с нами. Это своего рода, как вы понимаете, предложение руки и сердца. Она все поняла. Ну, что ж тут не понять, кажется нам. Но автор специально оговаривает, она же разумевшая, да, все разумел и говорит. «Аспугана есть, да еще мя хвощиши крестите, то крести мя сам, ащели, то не крещуся». Значит, или сам крести, или я креститься не буду. «Погана есть», то есть я язычница. Слово «поганы» произошло, как известно, от латинского «поганус язычник». Зачем Ольга так сказала? Дело в том, что если император Константин ее крестит, он становится ее крестным отцом, и он не может на ней жениться по христианским законам. То есть, она это, будучи поганой, поняла моментально. А он, имея много поколений христиан, он как-то не сообразил. Вообще, вот эти вот умные женщины в древнерусской литературе, они зачастую противопоставлены. хорошим мужчинам, но как-то плохо соображающим мужчинам. И вот царь Константин именно из тех. Патриарх долго наставляет Ольгу, рассказывает о христианстве, она была крещена, получила в окрещении имя Елена, как известно, як уже и древняя царица мати великого Константина и благослови ее патриарх. И вот чудный диалог, не могу не прочесть, потому что в пересказе он очень много теряет. По крещении «возваю царь», то есть призвал, и речи ей. Хочу тебя пояти субе жене. Хочу взять тебя в жону. Она же речи. Как ухочешь имя пояти крестив мясам и нарек мя дщерью. А в христиане к того не из закона описание. Как же ты собираешься вообще жениться, если я теперь дочь тебе? У новых христиан такого закона нет. И он подивился ее мудрости, дал ей богатые дары и отпустил. Такая вот чудесная история. Что меня привлекает? Ум. Мне нравятся умные, сильные женщины. хитрость мне не свойственна, но даже и хитрость Ольги я способна оценить, потому что это проявление ума, так думают средневековые авторы. Мы сейчас думаем, что хитрость отдельно, а ум отдельно. А в средневековье хитрость равнялась уму. И вот эта хитрость Ольги говорит о том, что она очень мудра, что она понимает людей, что она видит их намерения. И она сделает так, чтобы ничто не помешало ей выполнить свою задачу, достичь своей цели. А почему она отказалась? Боже мой, выйти замуж за императора Константина. Казалось бы, женское счастье, женское счастье, о котором нам телевизор все уши пробудил. А потому, что она княгиня, она правительница. Она самостоятельна. И самостоятельна Русь. А если она выйдет замуж за Константина, то, естественно, Русь подчинится Византии, станет частью Византийской империи. Это невозможно. То есть она действует, посмотрите, как интересно, и как правитель, и как женщина. Она не хочет подчинения ни политического, ни психологического. Так я вижу. Этого, наверное, нет здесь. Это, ну, то, что Русь она не хотела подчинить, это, конечно, историки об этом говорят, а вот о таком психологическом аспекте не говорят. Но это меня и привлекает. Да, я немножко додумываю, дорисовываю, приближаю к себе. Как сейчас модно говорить, актуализирую. Но, так сказать, текст дает для этого основания, есть для этого основания. Еще одна чудесная совершенно история. В повести временных лет ее нет. Вы знаете, что повесть временных лет, это наша древнейшая летопись. Этого эпизода, о котором я сейчас хочу рассказать, в летописи нет. Эпизод этот есть в памятнике 16 века в степенной книге. Это рассказ о правителях Руси до 16 века. И вот там есть история о том, как Игорь женился на Ольге. Произведение 16 века утверждает, что жила она в Псковской земле, где Игорь охотился, и как-то ему надо было перебраться через реку, а лодочки нету. И вот так он увидел, что кто-то плывет в лодье в лодке, кто-то плывет по реке, он подзывает, подзывает того, кто сидит в лодке, садится в лодку, потому как ни на кого не глядит, потому потому как он понятное дело князь, кто бы ни был должен его слушаться, должен ему подчиняться, знаем мы таких, очень хорошо таких начальников ни на что не смотрит, и плывущим им, то есть когда они плывут, его зря на грибца он, а вот только посередине реки вдруг он взглянул на этого грибца, и поздно яко девица бе, сия блажен, а грибец то оказывается девица, вельмию насущий, доброзрачно же и мужественно, я же иногда никогда же не знаю, и уязвися видением. Обожаю формулировки некоторых древнерусских авторов уязвися, что это значит? Ну, значит, понравилась она ему сильно, уязвила она его сердце, да, пронзила, ну, смотрите, как ярче, насколько ярче уязвися, чем всякие стрелы, которые пронзают сердце в новой литературе. И дальше развивает эту мысль автор. И разгорейся желанием на нем. пожелал ее. И некие глаголы глумлением притворяшек не стал говорить ей нехорошие слова, делать всякие непристойные предложения. Что делает Ольга? Она же, тоже, посмотрите, как сжато это повествование, какое оно как пружинка, да, и какой простор фантазии дает. Она же, уразумевшая глумление коварства, пресекая беседу неподобного его умышления, неприличный совершенно разговор, не юношески, но старческим смыслом поношая ему глаголаше, что в суе смущающийся у княжа срам притворяя ми, скою неподобное во уме совещевая студное словеса износишь. «Ты че такие слова ты мне говоришь стыдные? Не прельщайся, видев мя юну девицу и уединену, и осем не надейся, як у ней маша одолеть ми». «Не надейся меня тут завратить прямо посредине реки». Игорь был человек видимо все-таки в достаточной мере благородный, действительно не стал одолевать ее, но поскольку разгорелся видимо очень сильно, то ничего ему не оставалось как жениться. Вот такая вот история, вот такая вот Ольга, сильная, умная, хитрая, да, мстительная. Ну, во-первых, мстит она до того, как становится христианкой. А язычники для язычников месть делал святое, конечно, за мужа убиенного надо отплатить. Это я ей не поставлю в укор. Зато все остальные ее черты, все остальные ее качества замечательные. Я рада, что она проходит со мной через всю мою жизнь. Она как бы идет рядом со мной, потому что каждый год я обращаюсь к этим текстам, каждый год я рассказываю о ней, я вспоминаю о ней, я любуюсь ее литературным образом, и она меня чему-то учит. А вот еще одна героиня. есть у нас одно из первых наших житей, то есть жизнеописание святых, житие Феодосия Печерского. Ну, казалось бы, в чем тут женщина? Есть тут женский образ, и тут есть некое нарушение канона, потому что этому женскому образу уделено достаточно много места в житии, посвященном святому Феодосию. Это его мать. Очень люблю я историю отношений Феодосия с матерью. Отец Феодосия рано умер, и мать сама вела все хозяйство. Такую деталь использует Нестор, он автор этого жития. Он пишет «Если бы кто не видел ее, но только слышал, подумал бы, что это говорит муж, то есть мужчина». То есть такой низкий голос, смотрите, сразу образ властной, жесткой женщины. Действительно не всякая женщина может взвалить на себя все хозяйство по смерти мужа. Но такие властные женщины, мы знаем, зачастую, ну, как мы сейчас говорим, давят на детей. Не дают им воли. Вот она всеми ругает Феодосия. Потому что он не хочет носить, как многие другие святые, красивые одежды. Потому что он ходит с рабами в поле работать. Зачем ему он хозяин? Ему это нужно для чего-то. А красивые одежды не нужно носить. Очень хочет уйти в паломничество. Она его не пускает. Как-то он все-таки ушел с паломниками. и там совершенно прелестные детали. Она не знает, где он. Я себе представляю, как она мучается, как она страдает. Старший сын куда-то исчез, куда, где он. Может быть, умер, может быть, погиб. Что с ним стал? Наконец узнает, ушел с паломника. И тогда, посмотрите, как чудно, она схватила только младшего брата Феодосия Игнаста Путь Мнох написана. То есть побежала за паломниками. Лежит, чтобы догнать, чтобы вернуть сына. Что ею движет? Движет ли ею только любовь? Ну, любовь, конечно. Ну, может быть, и властолюбие, отчасти, чем у нее властолюбие неразрывно с любовью. Как так вообще? Взял, да ушел сам, без разрешения. Я что, разрешала? Да не разрешала я. Почему ушел? Хочу видеть около себя. Не хочу, чтобы он был где-то далеко. Титако пристигша достигнув. Я стою, схватила. И от ярости же и гнева мать его им ши и схватила его за власы и поврежи и на земли и свои моногама пхашите и. От чего? От любви. Чего мы бьем детей? Исключительно от любви, чтобы они стали лучше. Дети только этого не понимают. И странные то есть странники паломники много коривши возвратив в дом свой яко некоего злодея ведущи связана. Толь миших невом одержима яко и в дом ей пришедши бити и била его пока не изнемогла. Не пока он не изнемог, а пока она сама не изнемогла. Но в конце конца Феодосия уходит в Киев. Святой Антоний постригает его в монахи в пещерах киевских. Мать долго не знает, где он. Я себе представляю, как она страдает. Наконец узнает, где он приходит к пещерам и просит старца Антония, чтобы тот позвал Феодосию. Феодосия, понятное дело, трижды отказывается. потому как я не знаю, то ли он боится, что мать его вернет домой, хотя не может, он уже монах, то ли боится, что бить будет, не знаю, но трижды она наконец выходит только после того, как мать обещает, что она тоже станет монахиней в одном из киевских женских монастырей. Вот эта женщина, которая, видимо, очень любила жизнь и власть, и хозяйство, и красивые одежды, и благополучие земное, сына все-таки любит больше. Вот такая вот женщина. Сказать, что это мой идеал, нет, наверное, но посмотрите, какая яркая, какая сильная. не такая умная, как Ольга, я бы сказала, потому что все-таки умные женщины с детьми лазят не только после того, как уходят в монастырь, так мне кажется, но какой-то вот, понимаете, опыт жизненный, вот именно своей яркостью, своей силой, она дает и читателю. Мне в том числе уж, казалось бы, жизнь, ну, почти прожидаю, но все время вот размышляешь о том, почему она так поступает, надо ли так поступить, может быть, как-то подробно, то есть вот как бы-то все восполняет наш жизненный опыт, когда мы смотрим на героев даже давно прошедших эпох. На сегодня, я думаю, все. Спасибо за внимание, до свидания, надеюсь, встретиться с вами в следующий раз, мы продолжим разговор о женщинах. и в следующий раз, как не 15-20 помоя, в следующий раз, Субтитры создавал DimaTorzok